всем привет мои хорошие с вами светлана и у нас сегодня про парфюмерию обзор заказа с сайта уса shop итак поехали кто еще не знает про парфюмерию у сам ее уже с вами обозревали очень интересный бренд который пока открываю буду вам рассказывать берется начало свои стоки в турции турецкий бренд где все композиции парфюмерные на основе масел то есть там от 15 до 20 процентов масел в парфюмах но сразу хочу сказать так как я уже эти парфюмы носила я их уже тестировала я знаю чем здесь речь эти масла не оставляют абсолютно никаких следов на одежде они не пачкают ее никаких пятен ничего не на белой и на какой одежде нет поэтому не беспокойтесь у нас с вами премиальная линейка два парфюма и один спрей для тела очень интересный парфюмы безумно хотелось их протестировать поэтому сейчас вместе с вами все это будем делать у уса есть несколько линеек парфюмерии в том числе и номерная аналоги люкса а премиальная линейка которая выглядит вот так презентабельно очень красиво сейчас все открою покажу это собственное производство уса это их композиции очень интересные классные которые тоже многие сравнивают с какими-то люксовыми ароматами смотрите здесь у нас с вами карточки есть это номерная карта ароматов номерная парфюмерия здесь есть в карточке так что еще вот еще вот такая вот бумажка у них сейчас проходит очень крутые акции девчонки а если вы фотографируете полочку с парфюмерии уса в литуаль или в золотом яблоке отправляете на ватсап я все контакты все пропишу внизу куда отправить куда написать то вы получаете гарантированно 20 процентную скидку на заказ и бесплатную доставку умс есть производство в москве поэтому вот я например посылку получил очень быстро буквально за два дня хотя они у меня попали на выходные прям на выходные так карточки накладная у меня здесь вот такая визиточка не присылают вот так выглядит премиальный аромат они приходят в слюде и здесь есть штрих-код здесь есть печать все как положено давайте тестировать первый аромат это у меня turkish rose litche очень интересный аромат все ароматы у уса они многогранные они имеют пирамиду и они имеют безумно крутой шрифт они меняются они раскрываются на каждой кожи по-разному но ни один из них у меня их было много и номерная и люксовая линейка ни один из них не сидит на коже вот просто так он всегда играет он всегда переливается какими-то новыми нотами это всегда для меня была такая загадка вообще парфюмеры уса они убрали все тяжелые ноты из известных нам люксовых ароматов и на этой основе они создали многогранные шлейфовые крутые очень насыщенные и очень кстати стойки аромата потому что ну стойкость заявляет производитель 48 часов не знаю надежды мне кажется неделями вот до стирки стойкость обалденно смотрите как выглядит упаковка мы с вами здесь 50 миллилитров именно на премиальные ароматы скидка 20 процентов бесплатная заката доставка когда вы отправляете фото им ватсап и еще сейчас у них идет одна крутая акция при покупке двух премиальных ароматов вы получаете шампунь 500 миллилитров подарок так что акции крутые и конечно нам с вами любезно предоставили еще промо код плюсом 10 процентов поэтому пользуйтесь смотрите вот дальше коробочка мы ее с вами открываем и вот так выглядит парфюм это безумно просто презентабельно безумно красиво в парфюме вот такая вот открыточка где написаны ноты такая вот красивая она лежит вот так сверху сама коробочка это бархат черный бархат очень красивый давайте тестировать а что по парфюма коробка вообще шикарная просто шикарная арома диффузора девчонки усы просто великолепно я уже показывала рассказываю про них просто великолепно вся квартира благоухает так туркиш рос личи аромат благоухающий утренний розовый сад с пионами вот именно это меня зацепило потому что я люблю пион в принципе во всех его проявлениях в этом аромате все кричит о роскоши и восхищение изысканность женственность сопровождает обладательницу этого парфюма в течение более суток пройти оставить за собой бархатный шлейф обтянуться вдохновиться пионово-розовым эликсиром обернуться с каплями животворящей росы порхающая красотка в розовом невесомом платье и пылающие окружающим свою сияющую улыбку букет из душистой турецкой розы и благоухающих пионов союзе с ярким ароматом медовой груши собственно вот что меня еще зацепило обожаю груш тоже в парфюмере сочного личи и освежающего цитрусового бергамота то есть здесь направленность фруктово-цветочная так внося в него бодрящую прохладу и легкие гурманские оттенки а мягкая утонченная база из теплой древесины нежного белого мускуса и влажно-древесных оттенков ветивер окутывает чувство и создает эффект альфракторного сеня давайте тестировать я буду тестировать на блитре потому что так правдоподобней на каждой коже абсолютно раскрывается аромат уса по-своему в чем еще фишка их парфюмов у них очень классные дозаторы то есть если вы хотите совсем немного парфюмы все очень насыщенные очень стойкие очень яркие то вы нажимаете не до конца вот так совсем чуть-чуть выходит парфюма вот совсем чуть-чуть если вы хотите прям много то нажимаете видите сразу какое облако большое можно и посередине выбрать золотую середину вот только у них такие дозаторы я встречал какой же крутой девчонки он невероятно крутой он притягательный он манящий вы знаете как для меня из разряда disorder он он невероятно крутой девчонки я таких притягательных ароматов давно не ощущали на действие на как-то понятно передаю вот он именно притягатель cm есть ароматы классные есть ароматы интересные есть ароматы яркие а есть ароматы притягательные который хочется и хочется вдыхать вот если кто-то прошел на нем был вот этот аромат, я бы, наверное, подошла и спросила, что это. А, какой он классный. С самого начала, вот он такой богатый, что я не могу даже ни одну ноту выделить. Я хочу на коже его тоже потестировать. Прям очень-очень хочу. Он невероятно крутой. На коже он играет совершенно по-другому, нежно на блитре. На каждой коже будет раскрываться абсолютно по-разному. Я не слышу здесь классическую розу. Например, как болгарскую. Потому что для меня эта роза, она не пахнет, она воняет. Здесь я этого вообще не чувствую. То есть нет для меня вот этого отторгающего аромата розы, который я не очень, на самом деле, люблю в парфюмерии и в какой-то косметике. Здесь композиция, в которой не могу выделить ни один аромат. Здесь много-много цветов, и роза здесь в самом благородном и приятном понимании этого слова. Для тех, кто розу не любит, вам понравится. Хочется вдыхать и вдыхать. Много-много цветов, и пион здесь чувствуется. Но он, опять же, без этой вот горчинки классической, которая свойственна дешевым ароматам. Я не могу сказать, что премиально не кусы, дорогие парфюмы. Вместе со всеми скидками можно взять очень дешево, там, в районе двух тысяч. Но настолько богатый аромат, что кажется, как будто цена его заоблачная. Очень крутой. Чувствую розу, чувствую пионы. Как-то мне вот пион розу перебивает, а роза как-то она вообще уходит на задний план постепенно. На коже так вообще вот какая-то свежесть. Он прекрасно подойдет на лето, он прекрасно подойдет на зиму, мне кажется, он подойдет на любое время года. Летом он ничуть не будет напрягать, потому что если не переборщить. Потому что есть свежесть, есть вот эта нотка свежести, нотка травы, фруктиков, цветочков. Он очень богатый. Я не могу выделить ни одну ноту, но вот все, что мы с вами прочитали, это вот мягко сказано про этот аромат. Очень круто, мне безумно нравится. Я прям с удовольствием буду носить. Посмотрим сейчас, как он немножко попозже будет шлейфить на коже, пока на первый план начинают потихоньку выступать больше фруктовые какие-то нотки. Класс, супер. Давайте смотреть второй аромат. Второй аромат у нас с вами. Так, 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 так. Кстати, сейчас скажу. Верхние ноты ричи, груша, бергамот. Средние ноты турецкой розы, пион. Водные ноты и цветочные ноты. Базовые ноты, белый мускус, древесные ноты и ветивер. Древесных нот, даже если они сейчас будут где-то появляться, их прям очень мало. Их прям очень мало. Они вообще не утяжеляют этот парфюм. Так же, как и мускус. Все великолепно вообще. Просто все великолепно. Так, следующий парфюм у нас с вами, девчонки, это паралене ванила. Это тоже люксовая виника. Парфюмы, кстати, есть все на Байлберис, на Зон. Я вам тоже ссылочки оставлю. Так же и на сайт. Сейчас откроем и посмотрим. Такая же крутая коробочка. Мне кажется, вот эти парфюмы, это абсолютные хиты ууса. Тоже вот у нас здесь карточка есть с описанием нот. И парфюм уже имеет вот такой вот оттеночек, более яркий. Если их сравнивать. Вот такие крышечки, вот такие флакончики. То есть флакончики у всей парфюмерии, они одинаковые. Они стекло. На крышечке написано «Уса». И крышки, кстати, очень хорошие. Крепенькие прям такие. Они здесь, мне кажется, не прорезиненные, нет, но, в общем, крепенькие. Так, поехали, девчонки. Парфюмерная вода, паралене ванил, принадлежит группе сладких, цветочно-фруктовых ароматов. Альфракторный букет открывается фруктово-ягодным тандемом груши и смородины. Вот у меня здесь опять зацепила грушина. Интересно, как здесь будет звучать смородина. И продолжается в ароматном цветочном облаке и оставляет след в виде пудрово-сладкого шлейфа. Вот так. Верхние ноты черная смородина-груша. Средний ирис-жасмин, цветок-апельсин. Цветок апельсина тоже вообще обожаю. Базовые ноты пралене, ваниль, пачули, бобы тонко. Так. Идеально подходит тем женщинам, чей девиз «Жизнь прекрасна». Вот так описывает этот аромат. Очень интересный на самом деле. Так, давайте тестировать. Ой, какой тоже классный. А он мне что-то напоминает из люкса. Что-то прям вот... Что-то напоминает. И черная смородина. Она здесь, знаете, ну не такая черная смородина, как, допустим, в гелях для душа Фаберликтов, да? Я вообще ее сейчас пока не ощущаю. Я ощущаю ванильку. Сначала аромат был немного резковат, а вот буквально через 20 секунд резкость ушла. Это действительно ванильный аромат, но вот эта ваниль, она не сладкая и не удушающая. То есть она есть, она присутствует, но она никак не напрягает и не делает этот аромат каким-то тяжелым абсолютно. Легкие отголосок, жасмина, цветочек апельсина. Это все так вкусно звучит, и как-то вот очень тяжело какую-то ноту выделить. Пралине, ваниль, пачули. Очень вкусно. Давайте на коже еще потестирую. Вот сначала он прям, знаете, такой рисковат. Рисковат в чем? В своей насыщенности. И сразу тут прям, знаете, что всплывает, мне кажется? Ирис, и пачули. Вот как-то сразу. И буквально через 20-30 секунд аромат становится очень нежным. Что на коже, что на блитере. Прям очень-очень нежным. Очень нежным, ванильным, вкусным, сладким, насыщенным. Смородину, как таковую, я вот... Вот легкий отголосок. Вот знаете, легкий-легкий, где-то совсем сзади отголосок. То есть он не будет на вас этот аромат, как растертый листок смородины. Нет. Совершенно нет. Композиция невероятно вкусная. Прям вот, знаете, хочется попробовать что-то такое. Очень... Не то, что гурманский аромат. Нет. Но все вместе так красиво звучит. Невероятно. Груша. Где-то. Знаете, у меня почему-то такая ассоциация с цирком. Вот когда мы ходили в цирк, вот именно такую ваниль я там слышала. Когда проходишь ряды, где готовят фату, попкорн, еще что-то. Вот такая вот ваниль, гурманская, классная, очень мягкая и интересная. Не знаю почему, но вот у нас в Тольском цирке вот у меня сразу ассоциация прям такая идет. Так прикольно, когда духи вызывают какую-то ассоциацию. Это на самом деле очень интересно. Смородина вообще вот нет. Жасмин тоже в нос не бьет. Вот вообще вот все настолько деликатно и хорошо вместе сочетается, что опять же не могу ничего выделить, но в целом получается очень круто. Вот могут вот так вот сделать парфюмы Усса. Очень интересно на самом деле. Он тоже будет невероятно стойким. Это сразу понятно. Вот прям вот эти флакончики лучше нажимать сначала слегка. Носите на себе, тестировать, потому что они очень громкие, вам будут делать комплименты. Они безумно комплиментарны. Эти оба аромата безумно комплиментарны. Вот никого не оставят равнодушным, я вас уверяю. Ванилька. Классная, вкусная ванилька. Но в букете. Класс. А на коже ощущаю жасмин. А на блитре не ощущаю. Вот видите, как интересно. Так, что у нас по первому аромату? Не шлейфит он еще? О, первый аромат шлейфит пока цитрусом. Пока цитрусом очень-очень вкусненько. Вообще потрясающе. Так, давайте пока смотреть с вами спрей. Смотрите, как приходит спрей для тела. У меня в заказе еще вот такой спрей для тела. Его можно, в принципе, распылять куда угодно. На одежду, на кожу, после душа, на штуке. В конце концов, как освежитель. Постель до убеля и так далее. Здесь 175 мл. Смотрите, как это все красиво, тоже презентабельно. Вот так вот на подарок. А у Са несколько спреев. На свой вкус и цвет, как говорится, выбираем. У меня, девчонки, груша и яблочко. Вот пахнет уже отсюда грушей. У нас здесь есть бумажка внутри. Такая вот баночка классная. Очень красивая. И вот так выглядят флаконы. Я пользовалась уже спреями Уса. Мне безумно нравится. А здесь у нас на картиночке 5 мистов. Боди мист они называются. 6, даже 6. 6 ароматов. У меня до этого был другой. С нотками свежести. Здесь у меня яблоко-груша. Сладкая груша. И спелое яблоко. Не зеленое, а именно спелое, сочное, сладкое. Но не тяжелое совершенно. И груша. Спелая груша. Вот это все в миксе и ничего лишнего совершенно. Это вот такой спрей. Сейчас мы тоже возьмем с вами глиттер. Кайф. Это знаете, даже когда вот у кого есть дома сушилка для фруктов, когда начинаешь сушить яблоки и груши вместе, только начинаешь. Никогда не уже высохли. Вот такой вот аромат. Плюс композиция как будто разбавлена немножко цветочками. Она невероятно вкусная. Прям вот заказ в этот раз. Просто крутецкие девчонки. А сочетание сладкой груши, спелого яблока и чувственного мускуса. Вот что же здесь еще мускус. Эта дымка для тела станет точным отражением вашей многогранной и смелой личности. Этот низ для тела не создает ощущение стянутости, защищает от раздражения. Он еще увлажняет. Здесь есть ухаживающие компоненты. Красиво будет смотреться на ваши любимые полочки с косметическими средствами. Не оставляет следов надежды кожи. Действительно не оставляет. Очень крутой роман, девчонки. Вот кто любит спелое яблоко. Я никогда такое яблоко спелое, натуральное, ни в одной парфюмерной композиции или косметической не слышала. Это что-то невероятное. И безумно-безумно вкусное, девчонки. Вот прям я им польюсь. Нет, пока не буду. Сейчас мы с вами шлейфы ароматов посмотрим, а потом я им обольюсь. Так. Первый аромат. Где он у нас? Я даже не пойму, что здесь у меня выходит на первый план. Пион. Однозначно. Да, я поняла. Пион и отголосочек фруктиков. Вот у меня сейчас на коже выходит на первый план. Благородный, красивый, без горчинки, без резкости. Он вообще, девчонки, зачет. Просто зачет. Так. Второй парфюм, он недолго побыл еще на коже, но здесь у меня на первый план выходит ванилька. И цветочки. Очень круто. Они вот, каждые 10 минут эти парфюмы на коже раскрываются, не перестаешь удивляться. Но все очень вкусно, девчонки, очень. Я прямо вам от души рекомендую. Это настолько комплементарные ароматы все три. И ароматы, и спрей просто настолько, что это что-то невероятное. Это что-то крутое и невероятное. Я безумно довольна. Не ошиблась. Все супер. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки. Куда присылать фотографию с полочек, чтобы получить скидку. Написать, спросить что-то. Все оставляю вам. Не бойтесь, пишите, спрашивайте, если какие-то возникли вопросы мне или в те мессенджеры, контакты которых оставлю. Потому что УСА безумно крутые менеджеры работают, которые на все ваши вопросы ответят, все объяснят, помогут, подберут и так далее. Промокод оставляю на скидку 10%. Пользуйтесь. Рекомендую очень присмотреться к этим парфюмам. На лето прям вообще огонь. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Если возникли вопросы, пишите мне. Я тоже постараюсь на все ответить. Всех люблю целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok